Спасибо большое коллеге, что пришли, и будущие коллеги, потенциальные коллеги, просто коллеги, потому что, в принципе, по большому счету, все мы занимаемся IT, все мы в этом смысле коллеги, в какой компании работаем, неважно, мы так или иначе делаем одно, в общем-то, дело, мы, как негромко звучит, помогаем людям. На самом деле, идея провести именно этот ток у меня возникла очень случайно. Мы несколько, пару месяцев назад, по-моему, у нас вышел на работу в Нью-Йорк новый продавец. Когда продавцы наших сервисов выходят на работу, они, естественным образом, пытаются познакомиться с компанией, что же они будут продавать. И позвонил мне этот человек и попросил там 15 минутного времени, по-моему, расскажи мне, пожалуйста, попросил он о своих самых больших аккаунтах. Значит, сразу кто не в курсе, чем проект отличается от аккаунта, аккаунт – это наше взаимоотношение с клиентом. Вот есть мы, мы, есть клиент. У клиента может быть несколько проектов вести. Вот у меня есть аккаунт с тремя проектами, с пятью проектами, есть аккаунты с одним проектом. Иногда бывает вообще веселая история, когда у тебя один проект на два аккаунта, потому что два человека договорились, что они будут совместно финансировать какие-то там части. Это у нас была парочка веселых таких кейсов тоже. И я ему рассказываю, что мы делаем, мы делаем очень разные вещи технологические, мы делаем очень разные вещи организационные. И тут в какой-то момент он меня спрашивает, «Слушай, вот скажи, пожалуйста, к сожалению, мы сейчас под запись, поэтому именем клиентов на всякий случай я не называю. Скажи, пожалуйста, вот твой клиент X, он вас за что любит?» Он говорит, «Вас любит?» «Да, конечно, он нас очень любит, очень ценит, всегда благодарит. «За что он вас любит?» «Ну, знаешь, мы с ним давно работаем, мы знаем его бизнес, мы знаем, как будет работать, как не будет работать. Мы всегда предлагаем решение, которое обычно сработает, и не оживаемся в эстиммейтах. То есть мы его знаем и решаем его проблемы». Он сказал, «Супер, отлично. А клиент Y тебя за что любит?» Я говорю, «Ты знаешь, мы вот когда начали с ним сразу работать, мы очень быстро разобрались в том, как работает его бизнес и как можно им помочь, как можно сделать что-то быстро. В общем, мы решаем их проблемы». И тут я поняла, что все, что мы делаем, это решаем проблемы наших клиентов. На самом деле клиенты любят и платят нам только за то, чтобы мы решали их проблемы. В принципе, вы тоже всегда, когда вы с удовольствием отдаёте кому-то деньги, вы можете, конечно, отдавать это с удовольствием, но когда вам не жалко заплатить, это значит, что тот, кому вы платите, либо обещал, либо уже решил какую-то вашу проблему. Что угодно там. Вам скучно, театр, как бы, у вас там, я не знаю, протёк кран, пришёл сантехник, починил. Он решил вашу проблему, и теперь можете спокойно спать и поехать на работу. В принципе, мы делаем то же самое. Мы решаем проблемы людей. С какими проблемами к нам приходили люди? Люди приходят совершенно с разными проблемами, начиная от того, что, ой, у меня, значит, проект, у меня срок, я знаю, что делать, у меня уже спецификация написана под UML, нам и такие приходили с пачкой UML, мне нужно три Java Developer, иначе я не успею, и будет, ой, всё. Вот, бывали чуваки, которые приходили с тем, что, да, что-то у нас устарела система, вот мне её писал там чувак, чувак либо уволился, либо чувак сидит один, что с ним делать, я не знаю, как бы вот чувствуется, пострадавшие в зале уже есть. Вот, реальный вариант стартапа, да, как бы у меня есть клёвое приложение, я знаю, что делать, я знаю, что нужно нашим клиентам, там, может, правда знает, может, ошибается, но ему в любом случае нужна помощь, чтобы эту гипотезу проверить. Вот, был клиент, который пришёл вот этим летом, сказал, что, чувачки, у меня всё хорошо, но вот маркетологи зачем-то обещали, что мы к концу года будем работать с криптовалютами и криптокошельками, я понятия не имею, что это. Спасли чувака. Вот, правда, всё равно оно не запустилось, но, по крайней мере, он перед своим отделом маркетинга был чистый в белом. Ну, так далее. И ещё бывают варианты тоже, мы часто, ну, у нас в одном аккаунте у нас часто бывают такие люди, мы работаем с отделом, с департаментом инновационных разработок, они, в принципе, внутри большого бизнеса, у них есть свой большой нормальный IT-отдел, который занимается тем, чтобы поддерживать нужды их бизнеса. Но периодически у них какие-то гениальные идеи, типа, а давайте мы сейчас на блокчейне чего-нибудь запилюкаем, и наши бухгалтеры будут рады. Ну, сделали что-то, бухгалтеры сказали, слушайте, может заработать, но вот нам заказали вторую часть, а потом они придумали другую какую-то идею с мобильными платформами, мы тоже сделали MPOC за неделю, нет, за шесть недель. Оно вот, по-моему, не взлетит, вот сейчас как раз всё это происходит, но у меня есть ощущение, что, по-моему, идея не взлетела, но они проверили это достаточно задёшево, они там нас позвали, мы что-то сделали и так далее. На самом деле, поскольку здесь люди, которые в IT немножечко, по крайней мере, делают вид, что новички, я, наверное, поговорю про терминологии, про что же я имею в виду, про проблемы. То есть, в принципе, вот это, то, что я написала, это никакая не система, никакой нет, в Википедии вы тоже не найдёте, это всё. На самом деле, просто несколько лет назад я вдохновилась, это даже не методология, это подход к описанию проблемы, это называется Семат, и у них там есть много разных, там у них есть три перспективы, но неважно, важно, что из этого всего я выбрала вот эти, которые, мне кажется, самые важные. Вот это наши клиенты, потребители. Первое, что ему нужно, это осознать проблему. Ну, понятно, если вы не знаете, что у вас нет проблемы, вас, конечно, реклама может убедить, что она у вас есть, но это не те деньги, которые вы обычно тратите на заказную разработку. В принципе, надо понять, что с помощью IT эта проблема решается, потому что, ну, IT – это изменение программ, с которыми вы работаете, покупка новых программ. Если у вас, например, там, не знаю, ваши продавцы или, там, не знаю, ваши бухгалтеры приходят на работу на два часа позже регулярно, уходят на час раньше, никакой софт вам не поможет. Вам, скорее всего, поможут какие-то другие вещи. Возможно, когда вы будете внедрять эти вещи, вам поможет софт, но по-хорошему, как бы, проблема опаздывающего персонала не решается с помощью IT. К сожалению, наверное. Но можно заменить персонал с помощью IT. Соответственно, дальше, когда он получил это решение, ему нужно понять, что решение работает, и если что-то не то куда-то, как-то его доделать, переделать что-то там. Ну, и последнее – наслаждаться жизнью. Это та фаза, которая называется в английской литературе, я встречала как бенефитинг, то есть получение, как бы, результата. В это время IT-команда должна понять, а мы подключаемся где-то вот на этом этапе, мы понимаем, каковы ожидания клиента. Потому что если клиент пришел к нам и сказал, чуваки, я все понял, напишите мне программу, которая заставит моих там бухгалтеров приходить вовремя. Ну, нормально, IT-команда должна сразу сказать, что, прости, чувак, это не IT-проблема. Или, что тоже мы часто делаем, это может оказаться результатом не очень эффективной работы его HR-департамента, по какой-то причине они не объяснили людям, что это важно. Или они не смогли обеспечить людям возможность приходить вовремя. Например, там, я не знаю, в этом городе метро открывается… Автобус начинает ходить в 6 утра, они ждут, что люди к 5 придут, ну, по какой-то причине. Понятно, что это проблема, которая может быть каким-нибудь образом решена с помощью IT. Ну, например, мы напишем внутреннее приложение, где люди смогут записаться на развозку. Это поможет людям приходить вовремя, но это будет уже не автоматическое IT, а им нужно будет поменять свои процессы. Где-то вот здесь мы говорим с клиентом о том, что уверен ли он, что именно IT ему поможет. И если уверен, то договариваемся, что то, что мы сделаем, он сможет принять. Потому что очень часто бывает, что клиент не готов меняться, как в любом случае. То есть клиент хочет, чтобы люди приходили вовремя, но не готов ради этого организовать развозку. Ну, значит, чувак, IT тебе тоже не поможет. Вот. А дальше мы проектируем систему, мы придумываем, что мы будем делать, договариваемся, там выбираем архитектуру. Понятно, я думаю, что те, кто работает в IT, примерно представляет, те, кто еще не работает, но быстро поймете. Вот. Дальше мы реализовываем. Так, а дальше у меня уехал знак вопроса. Реализовываем систему, то есть мы пишем по факту код. Дальше мы тестируем систему, причем тестируем мы не только убеждаемся, что требования работают, но и то, что вот где-то здесь они вместе тестируют, убеждают, что помогает. Потому что бывают разные варианты. Ну вот мы, значит, разворачиваем систему перед тем, как клиент начнет наслаждаться, а вот пока клиент наслаждается, извините, мы систему обслуживаем. Ну, в общем, это вполне понятно, я так понимаю, что я надеюсь, что никому ничего нового я не сказала, просто чтобы мы примерно понимали, что мы, а да в одном и том же говорим. А дальше мы смотрим, значит, кем решаются эти проблемы. Вот. У нас есть куча народу, как бы, как я обещала, девелоперов из них вот ровно вот этот. Вот. Остальное как бы совсем не про код. И что интересно, чтобы решить проблему нашего клиента, иногда нам достаточно девелопера. Но если мы говорим про что-то большое и светлое, то без всех этих людей нам будет тяжело. Вот. Поэтому, в общем и целом, это тоже был такой слайд. Теперь я хочу еще немножко поговорить про то, с чем же все-таки занимаются девелоперы. Когда я, встречаюсь там со своими бывшими одноклассниками или с людьми, которые меня не знают с детства или со случайными знакомыми, меня спрашивают, чем я занимаюсь, я всегда говорю, что я программист, потому что объяснять, кто такой delivery manager, это нереально, честно. Почему так получилось? Потому что на самом деле люди, ну, в принципе, многие люди там, наверное, до начала двухтысячных, которые входили во взрослые состояния, они помнили игры вот такого типа. Например, Tetris. Tetris до сих пор играет. У меня сын любит играть в Tetris, когда у него кончаются все возможности поиграть на планшете, он садится, берет свой телефон, который умеет звонить, и там есть Tetris. Ну, кстати, мои рекорды уже все побил. Год сознания, 1984, автор известен. Один человек, вообще их было двое, почему-то я не знаю, легенда говорит, что двое, хотя в Википеде написано один, они написали эту игру, она до сих пор есть, ее до сих пор все любят. У игры Angry Birds, которая год создания 2009, у нее в авторах уже указана компания Rovio Entertainment. У компании Rovio Entertainment указано 4 соавтора, 4 человека, которые что-то придумали. Но прежде чем выпустить вот эту игру, которая взорвала рынок, они 6 лет работали, набирали команду. И на самом деле есть история, наверное вы все слышали эту присказку, что если вы не можете объяснить пятилетнему ребенку, чем вы занимаетесь, значит вы занимаетесь какой-нибудь фигней. И все у меня было хорошо, пока мой, как бы сейчас ему уже 8 почти, но тогда ему было 4 года, ребенок пришел и сказал, мама, а что ты делаешь на работе, что так поздно приходишь? Мама же не может сказать, что она программист, у нас папа программист, ребенок уже догадался, что мама и родители занимаются разным. И тут меня спас, большое спасибо компании Rovio, потому что у нее есть раздел About в игре Angry Birds. Я говорю, чувак, одолжи планшет на 3 минуты. Я беру его планшет, захожу в About Angry Birds и там огромнейшая полоса всех людей, которые участвовали в создании игры. Программистов там было процентов, по-моему, 15, я потом сосчитала. И я, значит, ребенку рассказала, что делал каждый из этих людей, зачем тут над ними менеджеры, зачем нужен лидирующий дизайнер, значит, все вот это вот. То ли он понял, то ли он решил, что мама сошла с ума, лучше с ней не связываться. Но на самом деле вот это очень хорошая тема. Я потом всем своим друзьям советую. Если хотите рассказать ребенку, чем вы занимаетесь, возьмите About его любимые игрушки. Обязательно получится. Значит, все-таки, чем же занимается DataArt? Это по-английски из нашего этого, из нашего Википедии, то, что DataArt говорит про себя сам, потому что понятно, что все мы, когда говорим про там нашего работодателя, еще какого-то работодателя, делим на две вещи. Мы продукт, или мы, не знаю, аутсорсинг, в общем, с таким аутсорсингом. На самом деле это уже давно не совсем и не всегда так, потому что видала я продукты, из которых хочется бежать, видала я аутсорсинг, в которые хочется вписаться и держаться всеми силами, потому что прет. DataArt называет себя IT-консалтанси. Они говорят о том, что мы создаем, разрабатываем, мы, значит, делаем всяческие уникальные software solutions. Уникальные почему? Понятно, потому что если человеку не нужно что-то уникальное, он идет на рынок и берет сильно дешевле то, что ему подходит лучше. И, соответственно, мне вот очень нравится вот этот графичек, он тоже ни разу не официальный, я его очень часто использую, когда обсуждаю со своими коллегами, а что же мы все-таки делаем. Вот тут маленький графичек, здесь на одной идет технологическая сложность, например, вот здесь какой-нибудь там, что надо сейчас сказать, имбрить, блокчейн с машин-лернингом, а здесь, соответственно, там, я не знаю, поддерживание багов в веб-формочках, написанных на еще не смертельно устаревшей технологии, поэтому можно найти человека, который способен в этом разобраться. А по второй графике, где у нас ответственность, я расположила, ну, это просто так, у нас могут быть, вот все такие проекты у нас могут быть, я расположила степень ответственности нашей именно компании за результаты, за результаты, за результаты, за влияние его на бизнес клиента. Потому что вообще, по-хорошему, для выживания нам нужно, чтобы у нашего клиента бизнес рос, ширился, и клиентов бизнесу было хорошо, потому что только в этом случае у него будут деньги, чтобы влатить наши услуги. Ну, как всегда, как мы помним, в кризис первым отваливается сфера услуг, потому что, зачем, как бы, у меня мало денег, я не пойду в парикмахерскую, я попрошу постричь меня бабушку. Вот, соответственно, когда у бизнеса заканчиваются деньги, они не ходят в хорошие компании, типа там, в том числе, Детарта, которые сделают им хорошее, осмысленное, качественное решение, а просят друга студента или сами вспоминают, что в школе писали на аксессии. Вот, а потом мы с этим не имеем дело, но это отдельная история. Вот, соответственно, чтобы у клиента было много денег, нам нужно заботиться о его бизнесе. И вот, в зависимости от того, вот здесь, например, сюда я поставила вещи, где мы получаем задачи уже от клиента прямо с там, с прорисованной спецификации, а вот здесь я прописала, ну, вот на этом уровне, здесь, например, у нас проекты, где клиент вообще не очень сильно понимает, что такое IT, он понимает, что у него есть проблема, и мы делаем то, что называется IT-консалтингом. IT-консалтинг – это, ну, то, что написано, это область деятельности, ориентированная на помощь всяческим бизнесам и организациям. Среди деятельности, да, молодец я. с тем, чтобы они получали все максимально возможное от современных IT-услуг. Вот. Что такое аутсорсинг? На самом деле, это тоже очень не страшное слово, это передача организации определенных видов и функций своих, другой компании. На самом деле, ярким примером аутсорсинга является, например, когда малый бизнес нанимает парт-тайм-бухгалтера или фирму ввести свою бухгалтерию. Ярким примером является, когда, например, какая-то небольшая фирма имеет договор с юридической компанией, что кто-то будет осуществлять их деятельность. Это тоже аутсорсинг. Достаточно частый вид аутсорсинга, когда, например, пол-центры аутсорсятся. Например, англоговорящие компании имеют первую линию поддержки. Когда у вас какая-то проблема, позвоните нам, вы попадаете на приятно звучащую девушку, которая живет, например, где-нибудь в Индии. И, в общем и целом, затраты на обучение и компенсацию выплачиваемой этой девушки сильно меньше, чем если бы эта девушка сидела где-нибудь в Англии или в Америке. Вот такие вещи. Обычно аутсорсинг делается в большем случае для сохранения, для срезания костов, простите, я что-то совсем уже говорю англо-русским суржикам, для экономии. Но очень часто он делается не только для экономии, потому что вот дешевле девушек нанять в Бангалоре, но и для того, чтобы не держать в штате, например, целого юриста, когда тебе от этого юриста нужно два часа в день. То есть это тоже экономия, но это экономия не на стоимости, а скорее экономия на том, что мы покупаем чужую экспертизу, не выращивая ее в себе. Да, покупаем чужую экспертизу, тоже хорошо звучало, просто потерял. Ну, а вот аутсорфинг это то, за что не любят большие IT-компании люди. Это то, когда вы, получившись, значит, получившись образованием, прочтя много интересных книг, понимая, как вы хотите проектировать систему, внезапно попадаете в большой IT-отдел какого-нибудь, не дай бог, банка, где у вас, значит, ваш team lead, который, с которым вы можете общаться только по-английски, вам спускаются какие-то маленькие задачки, вообще не понимаете, что делается, решений тоже мало принимаете. Вот, ну, на самом деле аутстаффинг тоже бывает разный, у меня есть, нет, здесь, по-моему, в Воронежском офисе нет коллег, которые работают, у меня есть, например, кейс, я вот здесь упомяну, кстати, когда мы работаем чистой модели аутстаффинга, и там ребятам очень-очень интересно, потому что их там пустили порулить. Ну, теперь, на самом деле, я просто хочу рассказать несколько жизненных примеров о том, как же мы делаем хорошо для разных наших клиентов. Названий называть не буду, но если у вас есть какие-то вопросы, то давайте задавайте, потому что, на самом деле, все это ради вопросов, потому что мне гораздо интереснее поговорить с вами, чем говорить что-то тут. Кейс номер один. Это очень наш старый клиент, ему уже больше 10 лет. Они фанд-админы. Поскольку я являюсь, я работаю в финансовой практике, у нас финансовые клиенты. Кто-таки фанд-админы, кто-нибудь знает? Так и. Хорошо. Это специальная компания, они сами являются поставщиком услугого сорсинга, потому что они работают бухгалтерией для компаний, которые занимаются торговлей, например, акциями. То есть представьте, что есть инвестиционный фонд. Что такое инвестиционный фонд? Это компании, вы туда приносите деньги, компании на эти ваши деньги покупают каких-то активов, например, акции, и дальше с этими активами, значит, пока они зарабатывают вам деньги, они хорошо, когда эти активы пристают зарабатывать деньги, они пытаются с этим что-то сделать. А вот фанд-админы, это люди, которые на самом деле считают стоимость этих ваших акций. Она на самом деле достаточно сложная, это если они на бирже не торгуются, вы не разберетесь. Это огромная, сложная бухгалтерия, и на самом деле компании, которые надежно вот это делают, ну, там пара десятков, наверное, во всем мире, тех, на кого действительно полагается как минимум западный мир. Вот, и понятное дело, что поскольку они очень дорожат своей репутацией, решения, они в аутсорс не отдают. Они решают все сами, вот, и сами ставят свои процессы, в том числе тестирование, и, ну, сбор требований там вообще на их стороне. Вот, ну, соответственно, пишем и код по их архитектуре, гайдлайнам. Вот, ну, код на самом деле не самый простой, потому что там и логика непростая, и перформанс должен быть нормальный, так что технологически они не самые ужасные, вот, но вот с точки зрения ответственности не на самой высокой точке. Вот, или есть у меня еще вот такие ребята, я их очень-очень люблю. Private Equity Fund это как раз-таки один из типов инвестиционных фондов, они осознанно, да, я чувствую, вот, они осознанно вкладываются только в доли в частных компаниях. Private Equity. Они вообще очень похожи, они были бы конкурентами, если бы они смотрели на одни и те же компании. Они немножечко конкуренты за клиентов, но не настолько сильно, они на самом деле друг друга знают, один фонд нас порекомендовал второму как провайдера. И у них вообще все одинаковое. То есть, вот я говорю с командой из одного фонда, с командой из другого фонда, у них к одному сроку нужно там проапгрейдить на новые API внутренние системы, потому что регуляторы у них общие, они все британские. Вот, у них там к одному сроку то. Единственное, было очень забавно, когда они внезапно выбрали двух разных господи, две разные системы дата-менеджмента. Я вот смотрю, что будет, будем сравнивать, какая лучше работает, очень интересный, кстати, кейс будет. Вот, а так они очень похожи, причем у одной есть своя внутренняя IT-команда, там очень толковые, приятные, умные ребята, и там шесть, по-моему, или семь человек с наших, от нас полностью весь QA. у нас оказалось, что наши чуваки очень хорошо понимают, как делать правильно веб, а там ребята сидят, они в основном с данными и бэкэндом, вот, поэтому мы им подсказываем очень сильно про веб, от нас идет все QA, а вот девелопмент бэкэнда там чисто вот под их руководством. Причем ребята, которые с ними работают, они очень довольны, потому что там узнаешь, там новые, интересные, и все так далее. А вот второй клиент, вот, у них изнутренней IT-команды нет никого, потому что они были настолько недовольны, что заменили свою IT-команду на вендора, то есть вот мы называемся вендором для нашего клиента, вот, а остальное все на нас, и в общем получается одни и те же бизнес-задачи, одни и те же софт, одно и та же технологическая сложность практически, но вот этих я поставила чуть больше, потому что здесь мы принимаем решений больше технологических, вот, при этом ответственность у нас у всех разная, и что характерно, и этим, и этим, и вторым мы головной боль снимаем, по-разному, так что в одной компании могут быть две разных таблетки даже для очень похожих пациентов, вот, кейс 4, на самом деле А, и С, я их называю как бы про себя несложными спартапами, потому что стартапов у нас много и с удовольствием, обычно это выглядит так, у человека есть какая-то идея, мы для него создаем софт, вот, а дальше все интересно, дальше есть куча вариантов, например, идея взлетела, все стало зашибить, и тогда у этого клиента, у него начинается бизнес, у него начинается компания, он начинает нанимать себе сотрудников, у него там начинается какой-то его продукт, у него начинаются внутренние процессы, в этот продукт надо что-то дописывать, чтобы рынок реагировал, и мы становимся IT-отделом этих чуваков, вот, у нас сейчас вот одни, например, из таких ребят дошли в своем жизненном цикле до состояния, что они для того, чтобы повысить уже рыночную стоимость своей компании, решили, что заведут свой IT-отдел и сокращают нас, вот, я думаю, сейчас за год примерно мы плавно из них выйдем, обидно, конечно, но я за чуваков очень рада, вот, бывают ситуации более интересные, когда не взлетело, вот, иногда не взлетело, потому что обидно, но иногда бывало, что мы не очень хорошо написали, но это на самом деле очень редко, потому что, как ни странно, я встречала ситуации, когда был не идеально написанный код, но при правильном подходе в маркетинге, маркетинга клиента и понимании, что мы делаем, в принципе, можно было очень быстро что-то на лету подчинить и все-таки выходить из продакшена, а потом уже это доводить до ума, поэтому в большинстве случаев стартапы фейлятся все-таки не потому, что код им плохой написали, а потому что, действительно, недопродумали бизнес-идею, иногда бизнес-идея не очень хороша, иногда что-то еще, вот, у нас был, например, замечательный чувак с очень хорошей бизнес-идеей, который никак не выходил в продакшен, код был нормальный, все было хорошо, ему все не нравилось, там, некий график, этот график, с его точки зрения, ну, и с нашей тоже, был уникальным преимуществом, потому что он придумал какой-то специальный алгоритм оценки активов, вот, анализы, анализы оценки последующих активов, и очень красиво выводился график от этого, ему постоянно не нравилось, то там он был белым на черном фоне и не нравилось, то там что-то вот туда, то у вас слишком криво, то у вас слишком резко, то он слишком гладкий, то так не бывает, и в итоге мы не могли выйти в продакшен четыре месяца, потому что на каждом демо он просил что-то поменять в график, вот, но потом это кончилось тем, что у него кончились деньги на это упражнение, и оно так никуда и не вышло. Самое, что интересно, когда через несколько месяцев один из наших, ну, друзей компании заинтересовался, и мы попросили разрешение у владельца, показали этот недоделанный продукт, чувак сказал, что рынок бы взорвался, потому что это была очень правильная идея, вот, или у нас еще был один клиент, я вот тоже его очень люблю, они пришли, мы написали идею, тоже код хороший, все нормально, не взлетело, а деньги у парня кончились, он уже был должен несколько, какую-то сумму, не помню, изопредельной нашей компании, вот, и мы говорим, слушай, парень, код хороший получился, давай ты нам продашь IP, мы с ним что-нибудь сделаем, как бы, и мы никому ничего не должны говорить, сейчас, чуваки, я лучше буду вам должен по жизни, но это я себе оставлю продукт, он оставил себе продукт, он вернул деньги нам, через 4 года, или даже через 5, он вернулся, и сказал, парни, я поднял, я поднял деньги, я получил рынок, я знаю, что мне нужно делать, мне нужна, значит, следующая версия для прорыва, можно, значит, мне вот, вас снова, вы допишите, дописываем сейчас, вот, говорит, больше всего, там, коллега, который это начинал, архитектор, вот Дмитрий зовут, мы с ним там сделали, разошлись, все нормально, и когда мы рестартовали, он туда поехал, понимать, что происходит, что с системой случилось, кто что делал, он говорит, его больше всего удивило, что когда он представлялся, любой девелопер говорит, а, это вы тот Дмитрий, я ваш код видел, вот, он говорил, что у него как бы, вот так по самолюбию еще никто не гладил, вот, тоже очень забавная история, вот, ну, соответственно, когда мы говорим про, что мы делаем для клиента, мы делаем для него практически все, от него идет продукт и маркетинг, вот, ну, и на самом деле написал много разных звездочек, потому что технологическая сложность бывает очень разная, вот, от самого-самого простого, когда мы начинаем вообще с какой-нибудь лейтинг пейдж, на котором написано клевые идеи, мы потом, значит, быстренько там формочки делаем, вот, до каких-то там крипто стартапов безумных, вот, или, например, кейс номер пять, вот, кейс номер пять, это рейтинговое агентство, я надеюсь, что когда-нибудь мы с ними поближе, можете добьемся, вот, но пока я могу упоминать только как рейтинговое агентство, и для них мы делаем великую вещь, мы уже три года переписываем их старую систему, старая система их не устраивает сразу по нескольким причинам, основная причина, почему сейчас компании меняют старую систему, это то, что законодательство всех стран идет в сторону ужесточения контроля над, во-первых, над персональными данными, и второе, как ни странно, для вещей типа рейтинговых агентств идет очень сильная требования для того, чтобы они могли объяснить любую цифру, и могли, как бы, показать, откуда она взялась, то есть, грубо говоря, некое рейтинговое агентство, выдает прогноз, а потом он не сбывается, рейтинговое агентство подает суд, какого черта я послушал ваш прогноз, а акции упали, я потерял 2 миллиона денег, дайте мне 4 миллиона, потому что мне еще за моральный ущерб надо, а рейтинговое агентство, можно сказать, вы знаете, мы пользовались алгоритмами, признанными в индустрии, основанными на трудах великих математиков, которые там получили Нобелевскую премию по экономике, поэтому, ну, извините, бывает, вот, но для того, чтобы так защищаться, они должны иметь возможность показать, как именно эта цифра вышла вот из всего этого, и их системы сейчас должны уметь это делать, очень многие, когда начинали только работать с IT, этого требования так ярко не было, и во имя простоты, вообще, чтобы хоть что-то сделать, забивали на все вот эти аудиты, и сейчас, вот, как минимум, вторая система, которую я знаю, которая вот, из-за этого переписывается, вот, со стороны клиента, у нас есть две группы людей, это конечные пользователи, или девоксы, потому что, естественным образом, на продакшн нас мало кто пускает, а вот что происходит внутри, все наше, и мы как-то сели, посчитали, что команда была 150 человек, ну, сейчас она сокращается, потому что мы почти все закончили, большие молодцы, но в какой-то момент было всего 50 человек из 150, то есть 30% только писали код, вот, там было достаточно много тестировщиков, там было очень много бизнес-аналитиков, вот, ну, естественно, на такую толпу там было человек 5, по-моему, пьемов, если не больше, там какие-то группы, вот, все было очень-очень непросто, вот, ну, и мой любимый кейс номер 6, почему любимый, потому что вот это все проходило на моих глазах, это мой был первый аккаунт, у которого я стала delivery manager, мне его как бы дали примерно на этапе продажи, сказали, Катя, сделай, пожалуйста, чтобы чувакам было хорошо, вот, пришел человек с проблемой, сказал, что он даже не с этой проблемой пришел, он пришел с проблемой такой, у меня тут моя система, в которой у меня происходит все, а, кто такой фикс-брокер, знаете, это, смотрите, дело в том, что обмен валюты, он может делаться банком, но банки это дело не, ну, то есть понятно, что не маленьких сумм, которые вы там меняете, прежде чем поехать на курорт, а когда у вас, например, межнациональная корпорация, выручка у вас по всему миру, а штаб-квартира у вас где-нибудь в Европе или в Америке, платить зарплату вам нужно в евро или в долларах, а вас просите в каких-то бразильских пес, в непонятных русских рублях, в шдатских кронах и там в английских фунтах, что вы делаете, вы хотите понять, как из этого всего сделать по максимально выгодному для вас курсу евро, чтобы раздать своим там работникам, заплатить подрядчикам и так далее, вы можете пойти в банк, но банки, большинство банков очень не любят таких клиентов, потому что для того, чтобы обменять валюту, ну, я не знаю, вы, наверное, кто менял, помнит последний раз, что вас наверняка просили паспорт. Почему? Потому что по всему миру идет законное противодействие отмыванию денег, борьба с террористом и так далее. И банк, чтобы отменять вот такую сумму на вот такую сумму, должен убедиться, что вы не террорист, что вы не пособник террористов, что вы, значит, не пособник пособника террористов, а также, что деньги ваши законные, ну и так далее. Там огромное, то, что называется комплайнсом, огромное количество проверок. Банки с этим всем возиться не любят, они предпочитают, когда другая компания берет на себя все эти проверки, они с этой компанией договариваются, что если придут, значит, судиться, то судиться будут вас. А мы за это вам, что вы снимаете головной боли, мы вам даем достаточно выгодный курс. И что делает наш клиент? Он берет заказы, проверяет, что вот это все, и, соответственно, переводит с одного счета на другой. Это не только наш, это Forex-брокер, это вот это. Это не торговля на бирже Forex, которую вы там видите из каждого угла, это другая история. Но история проблемы в том, что они, естественно, как все компании, очень любят, когда клиенты к ним приходят много. Потому что одного клиента проверить, что он не пособник террористов, это адовая куча работы. А когда ты уже его проверил, что он не пособник террористов, он второй раз пришел за деньгами, ты получаешь свою чистую прибыль даже без особых затрат на комплайнс. Соответственно, они очень любят, когда клиенты возвращаются, и, соответственно, они очень любят тягать клиентов друг от друга, потому что надежный, хороший клиент тоже откажется. И наш клиент, мистер М, осознал, что он отстал от конкурентов, что у конкурентов уже у всех есть удобный онлайн-кабинет и все такое. Пришел к своему вендору. А вендор у него, ребята, были веселые. Это четыре бывших уже студента, которых он нанял еще студентами, чтобы они написали первую систему, в которой они регистрируют вот эти все сделки, регистрируют документы, что они проверили и так далее. Внутренние системы. Чуваки сказали, что что-то ты много хочешь и быстро. Что-то не нравится нам. Мы сказали, ну, чуваки, ну наймите кого-нибудь еще, сделайте лучше. Слушайте, нам четвером хорошо. Вообще у нас еще другой заказ есть. Слушай, ты нам надоел, мы с тобой разрываем контракт. Через месяц, значит, это шатдауним сервер. Она такая опаньки. Но в итоге с дотартом они нашли друг друга. Первое, что мы сделали, вытаскивали у этих чуваков код. Потому что, нет, чуваки нас честно пустили в репозиторию, но потом оказалось, что большая часть бизнес-логики у них отнесена в базу. А скриптов нету, потому что, ну, кто же будет? Мы там из базы Джоба вытаскивали. Там была веселая история. Периодически за пивом люди, которые ее делали, рассказывают. Я прям это как-нибудь диктофоном все-таки запишу. А потом он пришел к нам и сказал, ну, чуваки, спасибо, но давайте теперь делать, значит, вот такое, чтобы у нас это было, это было. В итоге сейчас у них, мы их работаем их IT-отделом, причем у нас 50 человек, их 200. Вот, ну, в принципе, сейчас современные все эти компании, они все постоянно, все больше и больше становятся цифровыми. У нас есть приложение веб, у нас есть приложение для всех мобильных, у нас есть API для его партнеров, у нас есть специальная, значит, интеграция с компаниями, которые проверяют, занимаются комплайнсом, чтобы если там клиент где-то написал, что я хороший, мог нам передать как бы вот это все. Вот, там очень много всего уже накручено. Вот, потом нам, конечно, здорово, им помешало, нам помог Brexit и GDPR, потому что, опять-таки, все меняется, нужно систему очень быстро апгрейдить. Ну, соответственно, вот здесь я ее поставила на самый-самый верх, потому что вся ответственность на нас у клиента вообще только CTO. То есть хотя бы у остальных, хотя бы девопсы есть, у него и девопсы наши. Вот, ну, технологическая сложность там незапредельная. Вот, так что вот такие у нас есть разные кейсы про нас. Ну, вот еще раз, что клиенты нам платят за то, что мы решаем их проблемы, а каждую конкретную проблему решаем по-разному. Еще можно сделать сердечко из кейсов. Вот. Наверное, я уже, ну, смотрите, 40 минут уложилась, так что можно поговорить, можете спрашивать. Спасибо. Вон там есть вопрос. Сейчас туда прибуду с микрофоном. Катя, привет. Спасибо большое за замечательный доклад. Вопрос по поводу слайда, где второй и третий кейс. Там у нас получается, что есть два клиента, у которых похожие бизнесы. И получается, что бэкэнд порождает клиент номер два. Не может ли быть каких-то рисков, что клиент номер два будет иметь к нам претензии, потому что мы порождаем бэкэнд для клиента номер три? Нет, потому что они обсуждены. Во-первых, у нас работают разные команды. Команды специальным образом не работают. Ну, то есть поработал одного клиента, пошел, другого нет. Эти клиенты в курсе, они не являются конкурентами. То есть мы не переиспользуем код. Это как бы правило. Есть ли у нас в legal документах прописано такое, что мы не переиспользуем людей, которые поработали у клиента номер два, потом на клиенте номер три? С этими ребятами нет. У нас, естественным образом, прописано, что они имеют эксклюзивные права на получившееся IP. Ну, если заплатили. А вот с этим клиентом нет. Есть клиент, с которым есть. Вот, например, с шестым клиентом, с ним подписано, что люди, которые работали на него в течение года, не могут работать на прямых конкурентов. Нет ли смысла с нашей стороны так обезопасить себя? Такую бумагу подписать? Нет, потому что это ограничит наши возможности, потому что, смотрите, если мы говорим про клиента два и клиента три, то, скорее всего, это безопасно. Там команда стабильная, там не случится. Но если к нам придет клиент четыре с похожим бизнесом, мы можем не смочь на него работать, потому что, а особенно если, например, клиент два сказал, что я все понял, вот этот девелопер мне больше не нужен, там все. Вот, ну, мы стараемся, конечно же, не мешать нашим людям, не работать на прямых конкурентов. Это неэтично просто. Вот, ну, компания может работать на прямых конкурентов, но мы обязательно делим команду. Спасибо. И второй вопрос по поводу слайда, где две такие большие полосы, которые показывают жизненный цикл продукта и разработки. Так, ой, так, извините, ну ладно, сейчас. Да, вот это. Предыдущий, да, вот это вот. Тут вопрос такой. Вот мне это видится как некая воронка, да, то есть вначале у нас приходит много потребителей, потом становится меньше, меньше, и до бенефитинга доползает, ну, еще меньше, правильно? Ну, можно так нарисовать, да. По твоему опыту, примерно, как вот по процентам, сколько, вот если сто процентов взять, те, которые пришли на вход до конца воронки, сколько доползают, и где, сколько отсеивается? Вот чисто субъективно по твоему опыту. Ой, хороший вопрос. То есть, ну, люди, понятно, к нам приходят где-то вот здесь, вот здесь отсеиваются на этапе продажи, и никогда не поймешь, что ли мы, ну, не договорились, потому что они поняли, что мы не решим их проблемы, то ли они решили, что слишком дорого, вот, то есть где-то в районе, ну, большинство, которые отсеиваются, конечно, вот здесь. Это обычно уже случилось то, что либо бизнес у клиента слишком плохо, и мы пришли поздно, то есть мы все сделали хорошо, но не смогли его спасти, либо мы где-то ошиблись в управлениями ожиданий клиента, и они разошлись. Вот даже, да, то есть, если мы говорим про бизнесы, которые, вот, большой бизнес, он знает, что делает, он не стартап, то, к сожалению, наверное, ну, единицы процентов здесь вот умирают. Вот некоторые, единственное, что получают то, что просили, но не то, что хотели, и они, как бы, ну, мы закрываем проект, мы все делаем, но они могут к нам не вернуться, потому что они разочарованы, может быть, вообще саму идею, что IT спасет. Вот, если говорим про стартапы, то, ну, на моей памяти, ну, как всегда, классический процент, 30% он выживает. То есть порядка до 10% крупных, да, и порядка 30% стартапов отсеиваются. Нет, отсеиваются 60, ну, 60-70% стартапов, и там до 10, наверное, крупных, да. Спасибо большое, спасибо. Ну, это вот чисто мой опыт, может, по индустрии другой. Добрый день, спасибо за доклад. Вопрос следующий. Вот вы рассказывали про ответственность, и вопрос такой характер. Как с этим работаете, как происходит оценка ответственности до, там, заключения договоров, как юридически фиксируется вот эта ответственность за вас, там, заведение какой-то, какой-то там части? И как, как бы, во что это в итоге выливается? Бывали ли какие-то, там, ну, неприятные случаи? И в какой момент эта ответственность заканчивает действовать? Ну, так, там был первый вопрос, как это фиксируется, второй вопрос, как это работает, да. Фиксируется обычно, ну, смотрите, скорее всего, фиксируется это, я не могу сказать, что никак, но обычно ответственность нашего влияния на бизнес-клиента мы, ну, не фиксируем, это очень сложно, потому что это игра двух людей, ну, кроме нас еще и, как бы, кроме нас внедрения, любой может зафейлить и бизнес-клиента, поэтому мы не фиксируем никак эту ответственность, мы проговариваем ее. И, в принципе, все понимают, что и мы, и они заинтересованы в том, чтобы это взлетело, это достаточно для нормального партнерства. Вот. Если мы говорим про то, что фиксируется в договорах, договорах, во-первых, может фиксироваться, ну, в этих случаях обычно, то, что называется SLA, Service Level Agreement, например, если мы поддерживаем чью-то систему, мы обязуемся, там, не знаю, за один рабочий день, там, либо ее пофиксить, либо объяснить, почему не пофиксили. Ну, например, то есть, ну, это стандартно, любой, как бы, сервис Level Agreement, у вас с любым, там, не знаю, с вашим сотовым оператором, где-то мелким шрифтом, должен быть прописан, что они вам ничего не должны. Вот. И когда это не работает, это не работает частенько, потому что у меня бывали случаи, когда, например, мы были уверены, что на себя достаточно приличную часть ответственности по внедрению взял клиент, а клиент либо был уверен, что мы все сделали, вообще не знал, о чем идет речь. У меня, например, есть очень интересный пример. Это вот один из стартапов, про который я говорила. Ребята очень-очень большие молодцы, они делают софт, ну, то есть, мы для них делаем софт, который эмулирует работу биржи, ну, таких много, в принципе, у нас там раз в два года примерно приходится так. Ну, ребята очень молодцы, их бизнес уже года четыре на плаву держится и растет. Это говорит о том мне, что они, ну, вот, не дебилы совершенно. Вот. При этом мы, когда с ними делали очередной кусок, мы прописали, что вот когда мы его сделаем, вы его проверите, там, типа, за неделю. Ну, зашибись. Но мы договорились, все. Я думал, что они как бы придумают что-нибудь, чтобы его проверить за неделю. Если они не могут его проверить за неделю, они там нам скажут об этом. Мы поставили софт, они его покликали. Ну, ну, типа норм. На следующий, уже прошло там пара месяцев, они внезапно решили сделать, позвать студентов очень много для них. Они там устроили какой-то огромный ивент, там что-то 150 человек, вместо обычной группы в 10. У них, естественно, все, ну, не сработало. Они были уверены, что мы в этом виноваты, потому что, ну, что же вы всякую фигню написали. Вот. Но мы были уверены, что поскольку у них таргет-групп обычно 25, на 25 мы как-то, ну, были готовы это сделать. Как бы вот это вариант, потому что я считаю, что... То есть я сейчас считаю, что, наверное, наша ответственность была в том, что мы их не доучили, мы не объяснили, на что они подписываются. Но по-хорошему, если смотреть букву закона, то они сами подписались под то, что они в состоянии выполнить. Ну, сами сезонно буратины. Ну, в принципе, я такой подход очень не люблю, потому что это заканчивается тем, что мы расходимся с клиентом, недовольные друг другом. То есть правильно я понимаю, что в целом, как таковой юридической ответственности аутсорсинговая компания, или там, kind of, не несет обычно. То есть это как бы единственная ответственность, которую можно понести, это то, что, ну, потерять клиента. Ну, мы стараемся сделать наши договоры так, потому что, опять-таки, ну, в общем, да, наверное. Потому что очень сложно потом, если что, в суде разбираться, а кто тут на косячи. Ну, вот пример, который я привела, он достаточно явный. Причем мы все понимали, что если мы с этим пойдем в суд, то очень будет сильно зависеть от личности судей и адвоката, потому что, ну... А бывает такое, что новый клиент отваливается из-за того, что ему говорят, что мы на себя вот эту ответственность брать не будем, и он уходит искать другого. Скорее всего, да, но я не могу сказать таких кейсов, потому что обычно не договорились. То есть, когда с клиентом не договорились, ты никогда не знаешь, почему конкретно. Вот. У нас бывает, например, ситуация примерно другая. То есть, бывают варианты, когда мы соглашаемся написать продукт, который делает конкретные вещи, но поскольку мы не очень хорошо понимаем клиента бизнеса и технологии, потому что он хочет, чтобы это было там, не знаю, какой-нибудь cut in age, мы говорим, что либо мы не вписываемся вообще в то, что называется фикс прайс, что я заскажу это, либо мы говорим, что, чувак, давай мы впишемся, но мы заряжаем ценник такой, который наши риски покроет. Вот. И решить потом, не договорились ли мы, потому что мы не взяли на себя ответственность, или не договорились ли мы, потому что мы дорогие, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Спасибо большое. Так. У меня есть вопрос касательно взаимодействия больше персонала в рамках аутсорса и аутстапа. Ну, то есть, допустим, у нас есть гипотетический заказчик. Да. Ему предоставляется персонал на аутстап. Соответственно, у нас бывает так, что коммуницируют они с другими аутстаперами и так же с персоналом заказчика. Как бывает, если он здесь, на каком-то проекте. И насколько, ну вот, по вашей практике, насколько частые случаи, что, допустим, персонал, который был на аутстапе, он переходит к заказчику, либо персонал заказчика хочет остаться или там перейти в компанию аутстапера. И насколько это осложняет взаимодействие в дальнейшем с данным заказчиками? Ой, хороший вопрос еще под запись. Ну, во-первых, да, такое случается. Я не могу сказать, насколько часто, но вот в моей практике, ну, пальцев руки, наверное, хватит. Но на самом деле, в основном, потому что мы понимаем этот риск, мы этот риск, естественно, не любим, и мы очень много работаем, чтобы этого не случилось. То есть, в частности, в локальных офисах людям постоянно напоминают, что все-таки они работают на компанию Data Art. В принципе, с этими же людьми говорит там HR и так далее. То есть, люди не чувствуют себя, что они не сотрудники компании Data Art. Это вот основная наша, как бы основная работа с этим риском. Вот. Переход человека на сторону клиента, ну, мне известны случаи, когда очень сильно осложнило. Известны случаи, когда никак не повлияло. Легче не становится практически никогда. Ну, то есть, у меня есть предположение, это, наверное, зависит непосредственно от, как сказать, от квалификации. Ну, то есть, допустим, если пришел какой-нибудь Junior Key на сторону клиента, это, наверное, меньше сложно. Ну, обычно клиенту совершенно неинтересно переманивать к себе Junior Key, потому что Junior Key – это человек, которого нужно много учить и который, в принципе, еще недостаточно ценен, чтобы, ну, если уж совсем как бы так. Вот. А обычно, естественно, перетягивают людей, которые действительно приносят пользу, которые сеньорный персонал. Я не помню, что кто-то перетаскивал Junior Key. А был один случай у нас на самом деле. Это, по-моему, у нас все-таки была middle. Там у женщины, ну, девушки, женщины, муж получил рабочую визу, уехал, ну, кто же уехал? Лондон, по-моему, все-таки. И она попросила у нас разрешение работать на клиента, ну, оттуда. Ну, то есть, она к нему перешла. Вот. Но это было как бы, это вот явное исключение. Спасибо. Там было два вопроса, я видела. Здравствуйте. Спасибо, во-первых, за вашу презентацию. Очень познавательно. Два вопроса у меня. Первый. Лично по вашим ощущениям, какой процент заказчиков приходит с пониманием необходимости дальнейшей поддержки? То есть, это всегда, как бы, продолжительный продукт или что-то выкатили, релизы, отдали. И второй вопрос. В процессе поддержки присутствует ли явление технического долга и как вы его разрешаете с заказчиком? Да, слово технический. Про технический долг есть хорошая пайка. Первое. Наверное, так. Если приходит взрослый бизнес, который понимает, как дела делаются, он естественным образом понимает все про поддержку. У нее часто бывает своя команда поддержки, которой это нужно аккуратно передать, например. Если мы говорим про молодые стартапы, то, ну, процентов 15, наверное, догадывается. Остальным приходится объяснять достаточно на ранних этапах, чтобы они понимали, во что они вписываются или не вписывались. Некоторая, ну, это тяжелая тема, но иногда удается, кстати, выпустить и без поддержки. Там есть какое-то небольшое мобильное приложение, и бог да с ним. Но вообще это проблема. А вторая проблема про технический долг, это у меня есть коллега, который рассказывал, как он пришел объяснять одному из наших клиентов, что вот у нас накопился там технический долг, это вот надо с этим что-то делать. На что он сказал? Я не понял, что такое технический долг. Это вы, да, Тарт, мне что-то должны еще, да? Вот. Это тяжело. В принципе, слава тебе, Господи, концепция технического долга, она достаточно широко распространена, и можно ссылаться там на какие-то более-менее серьезные вещи. Ну, на самом деле, технический долг, он же возникает не на ровном месте. Это обычно следствие каких-то баргансов, каких-то сделок. Вот. Поэтому, если вы с клиентом каждый раз ему объясняете, что чувак вот так вот, правда, все равно не помогает, но, по крайней мере, вы можете потом как-то чувствовать себя увереннее. Технический долг очень сложная проблема, я не знаю ответа, что с этим делать. То есть, на самом деле, у меня есть, кстати, интересная история про технический долг. Есть у нас клиент, который при каждой встрече жаловался на очень плохой перформанс. Вот просто реально при каждой встрече с нами, с ЕМом, со мной, с командой. Ну, как бы, ребятам стало от этого грустно, ребята подумали, ребята там сами добавили логирование, ребята все выяснили, ребята нашли бутылмэки, ребята поняли, что с этим делать. Пришли, говорят, слушай, две недели, вот этот самый больной твой запрос, он уйдет, вообще все зашибись будет. Он сказал, не надо. Такие, ну ладно, по крайней мере, перестал ныть про перформанс. Потом через какое-то время мы с ним общаемся, уже не команда, мы говорим, слушай, а вот что ты ныл-мыл про перформанс, а потом отказался. Он говорит, знаете, мой бизнес существует на наши собственные деньги, мне клиенты на перформанс жалуются, но ни один клиент от меня не ушел от плохого перформанса. А вот от того, что я там не успею выкатиться из изменений к GDPR, они могут от меня уйти, поэтому извините, чуваки, делайте GDPR. Так что такое бывает, я всем рассказываю на пострадавшей. Ну, это история. Все? У нас еще три минуты. Следующий вопрос, можно, пожалуйста? Можно. Всем привет, спасибо за интересную презентацию. Функтоз о конкуренции между вендорами. Есть клиент и есть два вендора. Один просто такой обычный аутстаг, другой вендор с прицелом на консалтанте. Но этот вендор достиг такого, скажем, стеклянного потолка. Когда новых людей привлечь в команду не дает риск-менеджмент отдел клиента, а второго вендора переигрывают в техническом плане просто в ноль. И какие варианты развития отношений с клиентом есть для второго вендора? То есть я правильно понимаю, что самое логичное будет свою там мощную команду, которая умеет консалтинг, поставить лидами над вторым вендором и нарваться на саботаж? Формально это невозможно, потому что клиент не пускает наверх. В смысле наверх? Ну, в смысле все должности, которые ключевые, они клиент никому не отдает. А вендоры просто как исполнители участвуют. Смотрите, вот сейчас я буду цинично-прагматично, в этом случае я не понимаю, зачем вендору, который технически крут, портить своих лучших людей в этом стеклянном потолке. Я бы на месте тамошнего дема предложила ротацию, просто поменяв на людей, которым будет чему учиться в этом аккаунте. Вот, ну это как бы, если бы я была вторым вендором. Вот, ну либо второй вариант, если у второго вендора есть какие-то сторонники на у этого поменять, как ни странно, можно поменять комплиенс. У меня вот есть история очень свеженькая из Лондона привезла. Жил-был один банк, с которым с удовольствием работал с Дутартом, а потом случился у них какое-то очередное обострение паранойи. Они запретили работать и с Россией, и с Украиной, и вообще со всем, что не Евросоюз. Ну, нам пришлось с ними расстаться. И наши люди поддерживали ВКонтакте, кто в Лондоне живут. И каждый раз, встречаясь с нами, он говорил, блин, Алексей, я так жалею, что я не могу с вами работать. Через 4 года он продавил комплиенс, разрешили. Понятно, спасибо. Он там был, да? Здравствуйте. Спасибо за прекрасный доклад. Я просто из продукта, поэтому у меня такой вопрос может быть немножко в сторонку. Я только сначала хотел спросить у аудитории, а программистов, кто программист? Можете поднять? Ну, то есть, много, да? Вот поэтому, наверное, такой программский больше вопросов. Я понял, я понимаю, чем отличается аутстаффинг от аутсорсинга. Я, наверное, понимаю, чем отличается аутсорсинг от IT-консалтинга для вас. А чем он отличается для программиста? Аутсорсинг от IT-консалтинга? Да. Для программиста ничем. Спасибо. Просто разговор идет о том, что в аутстаффинговой фирме вы можете стать хорошим программистом и, в общем, это ваш потолок, вам либо менять работодателя, либо карьеру. Все? Кать, ну вот уже затронули тему комплайнс и сложных отношений между нашими государствами. А бывали такие решения в своей практике, когда релацировали людей в Евросоюз, дабы не потерять хорошие аккаунты, хорошие добрые отношения? Моей конкретно нет, но у нас в финансах было, да. Скажем так, если человек еще не переехал, будучи программистом, то, наверное, его что-то держат. Поэтому релацировать, наверное, нет, но там аккуратно набирать людей, которые хотят жить в Евросоюзе, там передавать знания, там можно договориться, чтобы на 2-3 месяца уехал, ну, чтобы их комплайнс успокоился, что он работает в Евросоюзе, передал дела, вернулся, но такие вещи тоже бывают. Понятно, спасибо. О, еще есть вопрос. Уже, в общем-то, 8. У меня небольшой вопрос будет, в какую сторону, да, вот по шкале аутстаффинга до IT-консалтинга у нас движет временно IT, да, и в какую сторону движет туда так? Какие мы проекты любим? аутстаффинг, консалтинг, куда мы инвестируем внимание на станы? Здесь есть. На что мы хотим, куда мы хотим идти? На самом деле в эту презентацию не попало два слайда, которые я не решила все-таки поставить, потому что немножко в сторону. Дело в том, что есть такая концепция, я зайду издалека, чтобы объяснить свой ответ. Есть такая концепция, это профессиональные сервисы, может быть, слышали, профессиональные сервисы. Мы не совсем в нее ложимся, но вообще мы становимся похожими. Там была очень интересная тема, что фирмы бывают, например, юристы, юристы-аутсорсеры очень хорошие, у вас бывают рутинные задачи, типа, ну не знаю, составить типовой договор, этот занимается джуниорный персонал, у вас бывают задачи посложнее, когда вам нужно, я не знаю, помочь составить претензию в суд, ну и самые сложные, когда там фиг поймешь, что выиграть. Вот такие градации. При этом, как бы, речь идет о том, что каждая компания так или иначе пытается специализироваться на чем-то одном. И компания, которая набирает джуниоров, у нее ситуация какая, у нее через 2-3 года она этих джуниоров теряет, потому что они перерастают. Их подбирает медловая компания, ну дальше там кто-то не готов идти. ДТАР на самом деле пытается быть компанией, которая умеет все. То есть мы любим аутстаффинг, потому что они позволяют брать с рынка людей, обучать их, причем с этим возятся чужие тимлиды. Вообще зашибись. Как бы, да, у тебя какой-то чужой тимлид занят тем, что обучает твоего программиста. Если ты не забываешь ему напоминать, что он работает в ДТАР, ты через 4 года получаешь медла. Вот. В принципе, естественным образом чек больше будет, если вы пойдете в IT-консалтинг. И на самом деле мне кажется, что ДТАР идет в IT-консалтинг не столько потому, что хочет денег, ну естественно, кто же не хочет денег, а сколько потому, что мы доросли до этого. То есть люди, которые там, вот как я 16 лет назад пришла в индустрию джуном, вот мои, ну прям, мои ровесники, да, мы здесь готовы играть, потому что там, не знаю, 10 лет назад мы не были готовы играть здесь. Сейчас у нас есть достаточно опыта, чтобы играть здесь. Мы идем туда, потому что мы не хотим менять компанию, а иначе нам скучно. Вот. Примерно так. А куда движется мировой тренд? Не знаю, мне такое ощущение, что принципиально за там 15-20 лет поменялись технологии, стало больше потребителей IT, но вот эта модель, кто там, кто джун, кто это, она, по-моему, не сильно поменялась. Коллеги, если у вас есть другие наблюдения, скажите. А Татарту интересно здесь, потому что прикольно. Здравствуйте, спасибо за доклад. Прозвучал уже похожий вопрос, хочу задать вопрос такой. Если, допустим, вот компания работает на аутсорсинг, и вот на стороне, да, допустим, там 50 человек в команде, на стороне клиента тоже, допустим, 50, в общем, примеры одинаковые. И, то есть, компания, которая клиент, переманит такого человека, или он сам захотел на них работать, их к ним берет и уходит. А есть ли какие-то полисы, которые там регулируют, то есть то, что клиент не должен забирать у вас кого-то? Или портится ли отношение к компании, если вдруг, ну, то это тарт, клиента, если вдруг это происходит? Это все всегда очень индивидуально. В принципе, у нас обычно с клиентом подписано такое соглашение, что он людей не переманивает. Это у нас в стандартном нашем шаблоне договора с клиентом. Но мы тоже его людей не переманиваем, что тоже, в общем-то, иногда бывает. А если человек как бы сам хочет, то есть туда прийти, все равно? Они не имеют права нанять в течение года, но они могут с нами там начать договариваться. То есть обычно договариваются каким-то образом, но мы можем там выставлять какие-то условия. Ну, в общем, вот на моей практике было один раз, мы просто отпустили, потому что было понятно, что иначе она вообще выйдет из компании, но так нормальный человек просто поработает. Спасибо. Давайте что-нибудь такое на позитивной ноте закончим. Ну, тогда спасибо всем, что пришли меня послушать. Было приятно со всеми пообщаться. Спасибо большое за вопросы. Они, как всегда, интересные. Спасибо. Спасибо.